Всем привет! Меня зовут Дима и сегодня расскажу, как настроить выгрузку лидов из рекламного кабинета Facebook в CRM-систему AmoCRM. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Facebook. Теперь необходимо указать действия, загрузить лиды. На этом этапе вам необходимо подключить ваш рекламный кабинет Facebook к системе Apex Drive. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем продолжить. На этом этапе вам необходимо указать рекламную страницу, на которую у вас настроены формы лидогенерации. Теперь необходимо отметить, да, подключать все текущие и новые формы, если вы хотите передавать данные по всем формам, которые настроены на этой рекламной странице. Или нет, настроить формы индивидуально, если вы хотите самостоятельно отметить все необходимые формы галочками. Теперь вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем продолжить. На этом этапе вы видите данные по одному из лидов. Если вас все устраивает, кликаем далее. На этом настройка источника данных Facebook успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных AMU-CRM. В выпадающем списке выбираем AMU-CRM. Теперь необходимо указать действие. Отправка сделок. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт AMU-CRM к системе Apex Drive. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем продолжить. Теперь необходимо указать воронку и статус, в которых будет создаваться сделка на основании новых лидов из Facebook. Далее необходимо заполнить поля AMU-CRM данными из Facebook, которые находятся в выпадающем списке напротив каждого из полей. Обратите внимание, вы можете не только назначать в поля переменные, но и прописывать значения вручную. Если у вас по разным формам настроены разные поля для сбора контактов, вам необходимо назначить все варианты этих полей в соответствующее поле AMU-CRM. В данном случае мне необходимо назначить два поля, которые касаются имени. Аналогичным образом я поступаю с полями email и телефон. Когда все необходимые вам поля назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем продолжить. На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в AMU-CRM. Для того, чтобы проверить корректность настройки, опускаемся вниз страницы и кликаем отправить тестовые данные в AMU-CRM. После успешной отправки проверяем результат в CRM-системе. Если вас все устраивает, продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных AMU-CRM успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настройок интеграции и удачи!